С одной стороны, был непростой, потому что, вы помните, нам пришлось спрессировать бюджет, потому что у нас, соответственно, с новой редакцией бюджетного кодекса, были доходы, приличные доходы. Правда, по нашим расчетам, они должны были где-то в районе 10 миллиардов рублей, но, что называется, пока суды делают, было 2,3 десятки миллиардов, но все равно существенная потеря, потому что, как вы помните, бюджет мы верстаем до копеечки по расходной части, поэтому у нас эти деньги были запланированы, в том числе, на социальные вопросы. Но ощущение такое, я думаю, что уже не влазим, остается много до конца года, эти потерянные доходы на прибыль предприятия, мы компенсируем насчет долгих доходов, мы не нарушили свои обязательства, то есть, когда было непросто, вот у нас юбилейный, в четырехсотлетие, призыв у нашего землекаминина, но, причем, дало нам напряжение серьезных всех сил, вы были свидетельствами запуска серьезных шахадыков, где-то и станция метро, и тот прекрасный гадук, который исправил проекты, когда мы у нас сегодня на железнодорожье на московской шоссе, ну и многие другие объекты, которые все-таки мы должны были сделать с юбилейным угодом, но при этом я еще раз говорю, мы своих обязательств по социальной защите населения Нижнегородской области ни одного не нарушили, все исполнено. Я понимаю, что это коллективный труд всех людей власти, правительства, губернатора, городских властей в том числе, но приятно осознавать, что в этом есть и труд Заказного собрания моих коллег депутатов. Если говорить про внешние показатели, но достаточно сказать, что мы провели 131 комитет, 131 комитета рассмотрели 784 вопроса. Ну, понятно, что Заказное собрание работает, или депутаты также собрают по самому люди, которые работали на общество сначала, и, грубо говоря, мы каждый день рассматривали и готовили два вопроса. Не все попало в заседание. На заседаниях мы рассмотрели 345 вопросов, приняли 148 законов и 339 постановлений. Значит, вот мне справочку дали, но она уже встает, мы провели на 12, а 13 заседаний. Там 6 декабря у нас было 15 заседаний. Но чтобы не останавливаться на отцеплении, мы решили провести еще одно заседание. Ну, на самом деле, это моя попытка пошутить, дело серьезное. У нас особых вопросов нет, кроме одного. У нас, если вы смотрите на нашей работе, каждый день, каждый заседаний начинается назначение и приведение к присяге мировых судей. Вот по процедуре мы должны привести к присяге и вручить мировым судям, которые 6 числа были назначены. Это вопрос, на самом деле, очень сильный, потому что, ну, мы не можем вручные участки оставить без мировых судей, а они уже буквально с 11 декабря вступят к исполнению 41-20. А нас ждет важнейшую работу, потому что наше общество все больше и больше оперирует мировым судям для разрешения своих ажиотических проблем. Этот институт эффективно работает, и мы это, естественно, будем совместить. Я немножко, может быть, перескочу, заберу вперед. Вы знаете, что Штола в декабря не принял бюджет, что Штола с принял его окончательным вторым чтением. По общим параметрам он превышает бюджет 2012 года, ожидаемый исполнитель. То есть у нас где-то процент на 15 он будет выше. 72 миллиарда рублей мы закладываем опять на решение социальных вопросов. Это 67 процентов бюджета. То есть бюджет остается социально ориентированным. Ну и красной нитью через этот бюджет, кроме всех там 86 выплат, которые мы в социалке сохраняем и инвексируем, у нас будет возразительное повышение зарплаты по педагогам, по дошкольным детям. Достаточно сказать, что мы выводим их на уровень среднего уровня экономики, то есть учителя будут зарабатывать 24-24 тысячи рублей, и на 90 процентов повышаем ту подвижность, в смысле вознаграждение финансовое категорию, которую воспитывают наши коляки, и у них зарплаты выросли 10 миллионов 18-12 тысяч рублей. То есть мы постепенно шли, но, наверное, все бы это было немножко дольше, чем сегодня происходит. Ну, вы знаете, это майский указ президента, который просто обязал все субъекты федерации. Мы сегодня небольшим отражением висим, идем на решение этой задачи, но с глубоким удовлетворением, потому что понимаем, что те категории, которые давно уже должны быть, заплаты здоровья должны быть приняты на соответствие. У нас, если говорить о годе прошедшем, в социальном блоке было взято, на мой взгляд, значимых решений. Все-таки я остаюсь на своей позиции, как бы не критиковали нас оппоненты. Материнский капитал в размере, региональный материнский капитал в размере 20 тысяч тысяч рублей, это было непростое решение, мы его приняли, долго не скупировали, но в итоге у нас 11 тысяч семей уже в будущем году, этот капитал получат, и на это бюджет будущего года заложен 374 миллиарда 250 тысяч рублей. Хотелось бы отметить еще закон, который в социальном плане не очень информирует, потому что решение жилищных проблем, это одна из основных проблем, это одна из основных проблем, то есть каждая семья, это более многодетная, хотела бы иметь свое жилье, и у нас принят закон, в соответствии с которыми многодетные семьи будут обеспечены для жилищного строительства, но не просто участников, а в нашем случае, это будет земля оборудованная всей мировой строительства, то есть ней будет убеден газ, электричество, дорога, вода и коммунизация. Это тоже очень приличный контракт, то есть в этом году мы, в первом году мы планируем на это заложить 180 миллионов, но мы в этом видели решение проблемы с учениями, все-таки многодетных, семей, постоянных, очень живьем. Конечно, у них возникает вопрос, на что строить, это уже наша совместная забота, будем с ними вместе дальше думать, помогать им, разрабатывать, какой-то родитель этой программы. Но на сегодня согласитесь, что вот эти инженерные коммуникации, они стоят достаточно больших средств, и это хорошее вспоможение для того, повышится на эти строительства. Соответственно, участники валируют по желанию семьи в зависимости от количества детей от 15 до 30 суток, то есть если у вас там семья из 5 человек, у вас 15 суток, если больше тысяч человек, до 30 суток. Но я думаю, конечно, это к сожалению, но, как говорилось, то есть, конечно, у многих появится соблазн это сделать получить и продать, заработать деньги, но в этом случае решать правное обеспечение живем, то есть остается наше интересное, поэтому наложное ограничение, то есть в течение 3 лет семья должна построить этот дом. Если же в силу каких-то причин они этот дом не построят, то это соглашение продается еще на 2 года, но продать эту землю, заработать деньги, какие-то по-другому, не получится. у нас у нас я уже не 6